Два сомнительных супергероя, которые являются врагами, объединяются в одну команду, чтобы противостоять еще большему злу. Да, такой комикс существует. Хаукай против Дэдпула. Комикс на обзор был предоставлен магазином Пульсар, который помимо магазина в Киеве имеет интернет-магазин. То есть, если вы проживаете не в Киеве, вы можете заказать доставку и выбранный вами товар будет доставлен в течение трех дней в ваш город. Ну а теперь о самом комиксе. Хоть комикс имеет название Хаукай против Дэдпула, Джерри Даган, автор линейки Marvel Now, заверяет читателей, что речь в этом комиксе пойдет скорее о Дэдпуле, нежели о Хаукайе. Я комикс еще не распечатал, поэтому ничего о нем не знаю. Предлагаю вам его раскрыть, я его прочитаю, ознакомлюсь с ним и поделюсь своими впечатлениями. Не переключайтесь. Давайте распечатаем комикс, а пока я это делаю, давайте вам перескажу сюжет комикса. Во время Хэллоуина базу щита взломали. Дэдпул объединяется с Хаукайем ради поиска преступника, который взломал базу. В комиксе появится черная женщина, но главная интрига, сможет ли Хаукай и Дэдпул сработаться. Комикс глянцевый. В него вошли выпуски с нулевого по четвертый. Комикс состоит из 136 страниц. Прочитав полностью весь комикс, я понял, что Дэдпул это не так уж и плохо, как я раньше считал. Комикс не четок. Комикс Хаукай против Дэдпула это завершенная история. Автором выступил Джерри Даган, художнику комикса Матео Лоли и Джакобо Камали. Обложка у Дэппэшки была взята с нулевого выпуска, который вышел в 2014 году. Корешок выглядит вот так. Кстати, вот этот логотип Марвел, он слегка длиннее, чем у линейки комиксов по Звездным Войнам и Вижена. Но в целом все стандартно для марвеловских комиксов. Задняя сторона. Здесь у нас обложка, где Хаукай, Дэдпул и также краткое описание самого комикса. Комикс имеет возрастное ограничение в 16 лет. И здесь написано, какие выпуски вошли в него с нулевого по четвертый. Если вы далеки от этих супергероев без суперспособностей, то у Камиль Фо уже вышли 4 книги про Хаукай на русском языке. О них, я понимаю, уже есть в продаже. В этом комиксе, помимо самого комикса, имеются альтернативные обложки, которые встречаются на протяжении всего выпуска. После прочитки первого выпуска были альтернативные обложки. Ну и так дальше. Комикс, в принципе, приятный на внешность. То есть, рисовка меня полностью устраивает. Она такая стандартная, как и в других комиксах о Дэдпуле и Хаукай. То есть, выше себя авторы не перепрыгнули. А вот, кстати, и альтернативные обложки, о которых я вам и говорил. Как я понимаю, хакер во время Хэллоуина взламывает базу Щита, ворует ее данные, а именно биографию всех участников Щита, всех супергероев. Эти данные хранятся на одной флешке, которую он по ошибке отдает Хаукайу вместе с конфетами. После этого сам хакер погибает, и флешка попадает в руки не совсем добрым людям. После чего начинается охота за этой флешкой, а точнее за ее данными. Черная женщина Хаукай и Дэдпул, и сами агенты Щита начинают охотиться за флешкой. И кто из них первый ее получит, вот в этом и вся интрига. Также здесь идет речь о взаимоотношениях Дэдпула и Хаукая, как они лаят между собой. В общем, как я сказал вам, история достаточно приятна и читается очень легко. Ну а если вы фанат скорее Дэдпула, нежели Хаукай, то и на вашей улице праздник. У Камильфо есть три новых комикса по Дэдпулу, и они уже в продаже. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Заходите на сайт магазина Пульсар, там вы найдете множество комиксов и много всего другого. Магазин специализируется не только на комиксах, а еще и на мангах, на сувенирах и всяческой атрибутике. Уверен, каждый найдет что-то для себя. Ставь палец вверх, если тебе понравился мой обзор и ты хочешь новый. Также подписывайся на канал InSan109, видео здесь выходят регулярно. Спасибо за просмотр, удачи и пока-пока.